Все остальное. ВАХ You Начала делать намёки на своего парня Ты Чьо, блядь, Джарахов? Я умка, спасибо 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 За переподписку Хаметова и Милана Стар начали мириться Та они ругались? Че за Насти Бэт Барби рекламирует скам да ладно набирает новых участников и что не так с новым молодежным движением чего коридан всем привет ура блогер подписка лайк и колокольчик и тогда все будет топчик и свои любимые я конечно знал что фандом импровизации креативные ребята но чтоб взламывать сайты телеканалов это что-то новенькое кто-то из самых любознательных зрителей нашел лазейку на ресурсе стс где можно заранее посмотреть загруженное расписание на следующий месяц я завтра схожу к парикмахеру поправлю башню и запишу ему заставку и вот там уже стоит в сетке вещание на 9 марта в 20.00 премьера первого выпуска шоу импровизаторы а повтор будет на следующий день в 10 утра это серьезная хуйня надо подготовиться надо подстричься надо как-то не знаю привести себя в порядок вы извините это ну я на какой аудитории буду выступать вы же понимаете сами там серьезные люди сейчас была на лекции по истории искусств в моем университете ванкувер канада сначала обсуждали вавилон а потом процессор включил речь путина и доказывал почему украина не началась из ракова блядь и вид сорбет спасибо тебе за 6 долларов а мне сегодня предложку многие учащиеся написали что им охлобыстина показывали в школе на уроках о важном который рассказывал про соответственно традиционные вот эти вот все штуки гойду кричал и так далее не кричал конечно гойда но короче хуйню нес про съемки же идут полным ходом вчера прошло еще три мотора с гостями комедийной актрисой ксюши корневой из уральских пельменей певицы юлианой карауловой и блогером иды галей каждый выпуск кстати будет теперь идти по 45 минут вместе привычного часа да все из-за желания сделать шоу более динамичным на телеке теперь часто будет светиться и милана хаметова ладую звездочку к себе в качестве ведущей пригласил детский канал карусель бля меня позвать на детский канал карусель я чё хуже что вместе с известным многим поколением куклы хрюшей она теперь ведет программу доброе утро малыш я бы мог тоже быть я не знаю хрюшей например эфир каждое утро в 7 часов я бы каркуши мог быть начиная с завтрашнего дня по местному времени милана кстати начала примирение со своей бывшей подругой и миланы стар меня еще ощущение что от милана она робот android как помните в детройт была вот эта вот маленькая девочка которая оказалась роботом почему я так думаю да потому что она вообще не растет вот я так помню сколько лет блять уже прошло а она все такая же вот буквально какая-то нейросеть блять чисто android ага кукла который вообще не меняется то есть смотришь на какие-нибудь мистер макс вот этот вот там уже такой кабан здоровый нахуй там уже блять батю своего перерос блять он стал он уже старше своего батя блять а это вообще не меняется никак же там год-два прошел он все такая же блять и все 9 лет или сколько спилброд спасибо тебе большое за новоплату подписку поэтому я тут не понимаю как как такое очень возможно еще за хуйня девочки еще в прошлом году прекратили общение из-за странного конфликта и даже не хотят больше вместе выходить на собрек для исполнения хита lp но на днях они пересеклись на встрече лайкеров какой-то кафешки вместе в кадре мы их не увидели но радует что хотя бы пропала постоянное избегание подобных случайных контактов вы так шатком dream team и сейчас происходит новое перерождение составе который хоть что-то активно делает на данный момент осталось шесть человек в америке это а не пока а вич ли она айм катюша мишель кеннели и ира блан остальные разъехались ребята прекрасно понимают что им нужна встряска и свежая кровь поэтому они объявили о наборе новых участников а я блядь это поэтому бабич хотел со мной встретиться что ли ночью хотят в тикток хаос позвать количество подписчиков и уровень медийки ничего не сказано им лишь важно чтобы человек находился в лос-анджелесе было бы интересно если к ним придет кто-то англоязычный кто я действительно понимает менталитет местной аудитории для и поможет наконец-то выбрать вектор куда развиваться дальше а брать таких же блогеров как они бесполезно чего-то нового привнести точно не получится у димаса блога пока откровенно не складывается с музыкальной карьерой треки заходят не супер успешно и сделаны на уровне школьного рэп-конкурса бросать на полюбку этого они не заходят пути все это не хочется так как есть мечта когда-то собрать большой сольник понимая что в одиночку ему не справиться он нашел профессиональную команду и даже не в москве а в волгограде ради одного трека дима улетел туда на пару дней переписывался с одними парнями вот мне понравилась их одна работа надеюсь у нас получится крутой трек возможно он выйдет возможно нет если не получится можно мне тоже команду крутой трек хочу я давно вы не понимался сегодня еще на вокал пойду позанимаюсь один раз чисто перед студией маруся до сих пор отмахивает что же у них на самом деле происходит сырье или в своем посте она дала понять что тема для нее опять отношения дали каусомония четких ответов парень же утверждавший что ему нужно вернуться в родной город для поиска работы по сути занимается тем же блогерством теперь он зарабатывает на ведение трансляции в тиктоке а точнее на подарках которые ему там дарят и даже запускает свой курс как стать для ба чё на а мне подарить осуждаю переподписчика блять который ты более злату и господи чё за бред блять богатым делая все так же затея так себе но возвращаясь к ситуации вообще непонятно что илье мешает делать то же самое в москве пример же почти идеальных отношений на расстоянии показывают тесант и барашек не кто блять какой барашек на то что саша откуда он берет этот блогер откуда он берет всех этих парижа людей кто ты блять это барашек блять ну реально похож на барашка блять и что популярный тиктокер какой не дают визу они и кому визу созваниваются и делится ажи тыми эмоциями а также при любой возможности выезжает на нейтральную территорию для в любой возможности выезжать на нейтральную территорию чтобы поцеловаться на камеру отличных встреч сейчас они например в израиле совмещая это с крутым путешествием по местам где они не были максимально идиллия царит и у анастаси с ее молодым человеком егором они сняли первое совместное видео где раскрыли подробности отношения например что парень старше насти всего на год ему 24 а это кто история там длинная но главное что фанаты остались довольны и увидели насколько они чуть ли не с полуслова понимают и поддерживают друг друга раду свою новость еще утром сообщила уже не беременная карина каспарианс ебать на тайна родила своего первенца еще 20 а это она беременна господи думала просто типом 2 февраля судя по всему с помощью кесарева чего нахуй подожди чё блять новость еще утром сообщила уже не беременная карина каспарианс она тайна родила своего первенца еще двадцать второго тайна февраля судя по всему с помощью кесарева подряд чё живот тут не изменился девушка поехала на обычный прием где врач мягко намекнула что уже пора провести операцию молодая мама недолго думая согласилась то действие ладно я по себе по итогу прошло успешно самая обсуждаемая тема последних дней но вы тиктокеры блин они слишком умные такие тиктоки записывать что я не понимаю молодежное движение чего коридан давайте разбираться что это вообще такое и стой слава богу твой этот донат не зачитал скипаж из популярного аниме сериала hunter и hunter понюхать твою попку прям занюхнуть так кайфово а еще запретим не носить ридан в нем я паук в нем все меня боятся улыбка 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 хисус я тебя люблю чатку бойся капиталист ебаный соси мой хуй коммунистический лан ленин спасибо из призрачная баба гене ридан они совершают всякие преступления для своей финансовой выгоды а главным их символом является черный паук его как раз взяли себе подростки добавили в центр цифру 4 отличительными особенностями стиля стали длинные волосы желательно черные какая-нибудь черная тишка с пауком кариба бустер бистер бисетр кай край бабу стер боляй дедина спасибо за переподпись и клетчатые штаны зародыша объединения представляла себя просто кучку фанатов аниме которые не не они-то тут причем они чего к ридан бля хозяева себя в ридан что и приименовали так это они все сделали это патарн спасибо тебе большое за подписку новую и какой опасности у нас после 22 февраля когда в москве в т.ц авиапарк произошла крупная стычка между офф никами и как раз представителями чвк ридан дед инсайды поругали соф никами и подрались сми раздули целую историю что это опасное движение что они агрессируют против разных слоев населения и все в этом духе хотя такие мысли прозвучали лишь от одного залетного парня толком не разобравшегося в ситуации ридан из-за шумихи в момент стал популярен набрал еще большее количество сторонников из-за чего такие столкновения со спортиками и офф никами происходят теперь каждый день по всей стране причем непонятно еще чьей стороны идут провокации полиции толпами увозят несовершеннолетних ребят и продолжает рейды по вылавливанию людей с отличительными знаками и проведением разъяснительных бесед отлично глава когда ты уже сдохнешь окончательно заебал вовчик ты блядь давай уже заканчивай с этой что такой злой спасибо тебе большое за донат также у всех ридановцев наверняка банальное желание внимание к себе желание быть особенным и состоять какой-то группе единомышленников вряд ли это продлится долго хай быстро спадет под таким давлением правоохранителей тем более тут от нашей любимой екатерины мизулина и пошли мыслишь эту тему нужно жестко регулировать и стараться искать увлечение для детей которым нечем заняться в свободное время эльдар джарахов с возвращения в москву принял решение возродить подкасты в виде интервью с интересными гостями уже отснято не а какой поскольку одном из которых появится tenderly by тут и блять я думал она с ним встречается это ее первое интервью без маски где она наверняка расскажет о первых эмоциях нахождения себя в мире с по сути новым образом надеюсь что эльдар вытянет из нее информацию по поводу молодого человека так как она сама продолжает делать различные намеки на гитаре все больше дети я дам намек вам да нет чисто инсайт как бы но не без уточнений но я могу сказать ребят так что tenderly by встречается с рэпером а вот какой и кто это вы сами уже там думаете размышлять рэперов до пизды поэтому ну как бы но ее парень рэпер йоу ты думаешь что ее избранником стал рэпер пинг они как вы стали ближе общаться во время отдыха не он к в египте часто проводили вечера вдвоем а еще на днях анонсировали совместную песню ами конечно говорила что мы ее парня точно не знаем но это может быть просто адрес дед и не внимание вы лайк уже в новом интервью признался что за свою карьеру успел согрешить и неоднократно рекламировал скам привод хэс и кучатик я так понимаю а уэшникам стало скучно и они наши новую жертву держи женив да просто анимешникам стало скучно они как ты сказал да спасибо кто-то кичев и карбаны вот в советском союзе они бы говно с унитазов слизывали да ленин ты чё ебанулся нахуй иди давай свою эту блять комнату там валяйся отдыхай спасибо за 120 рублей ты происходил еще лет десять назад когда в индустрии толком не было денег а ему хотелось бы на в кузнецке и подъезды и дворы кайф это происходило еще лет десять назад когда в индустрии толком эх вот бы вернуться туда на недельку очередную с мазеловым антох не было денег а ему хотелось банально кушать за 10 тысяч он соглашался рекомендовать то что могло принести какой гол блять вообще что ли это москва это 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 вроде новокузнецк это его старый видос еще с тех времен подписчикам только вред это было десять лет назад когда мы в душе не то это такое мне 18 лет ко мне приходят мне платят 10 тысяч рублей за рекламу я в восторге от того что мне есть на чё жить и все и говорю вот сайт на котором можно заработать и то же самое было с ворованными аккаунтами в стиме я не знал что это мне просто сказали вот у нас есть дешевые игры такой кайф рекламируем что-то похожее начала делать настя бэд барби советую в историях типичного грамма груз летающим человечком возможно ее научил бывший участник иксо тимур сорокин который тоже неоднократно таким занимался освещение поступка на пабликах пошел закономерный затрахала это дичь если честно в инстаграме это часто рекламируют stories их типа какая-то там девка такая о вы знаете я тут такую игру себя нашла вот смотрите какая игра классная я-то не рекламировал apx вы чё пиздите то блять а при чем тут рейд shadow legends господи боже блять и бать вас сравнение конечно классно и нула все на то что якобы не знала в чем суть рекламы хотя напомню что за такое размещение платит обычно в два-три раза больше я не рекламировал apx блять никогда это всего лишь подростки анимешники а теперь представьте что будет если выжившие вагнеровцы начнут возвращаться домой после поражения это капец да на самом-то деле ты понимаешь только тут дело не только вагнеровцы любой человек принимает участие в каких-то боевых действиях на войне там и так далее может поехать крышей то есть в две стороны это работает в украине же тоже люди которые там воюют возвращаются потом обратно домой да и у них тоже могут быть проблемы то есть и в россии возвращаются там какие-то контужины и в украине то же самое будет а на самом деле то есть это тоже стоит учитывать обе стороны воюют и обе сторону видит этот пиздец своими глазами поэтому ну и убит барби вряд ли отсутствует логическое мышление чтобы сразу понять что к чему но главное что тут реабилитация но это да тут уже вопрос в том кто и как этой реабилитации будет заниматься вот например есть предположение что в россии на это могут хуй забить как обычно и особо на это внимание не обращать сколько возвращалась ебанутых после чеченской войны и что в итоге с ними делали что с ним произошло день чё на них и забили никому они не нужны были после его ну да ты прав мы уже пандемия короны медом кажется на вас его движение то ошибку признала а всех вас попрошу понять одну вещь что не бывает легких заработков нигде и никогда тем более в различных игрушках казиках и прочей лабуде задумайтесь над этим youtube задумать а чё так просили меня посмотреть этот выпуск я спросил тут я и в итоге меня тут нет вы чё пиздоболы учились и Субтитры создавал DimaTorzok